Приветствую вас. Одно из вашего письма совершенно ясно. То, что вы человек творческий и чувствуете себя зажатым в рамки своей должности. Что ж, я не думаю, что было бы правильным рисковать своей семьей, рисковать благополучием, это слишком большой риск. Вы рискуете потерять их, потому что, как сами правильно сказали, время сейчас сложное. И оставляя за вами все же принятие решения, то есть я бы тут не хотел влиять на принятие окончательного решения вашего. Хочу сказать так, что как глава семьи, как ответственный за свою семью человек, вы, конечно, не можете рисковать хорошо оплачиваемой работой. Но как творческая личность, не привязанная к социальным ролям, вы имеете право на развитие. На развитие именно вот творческого, не знаю, на применение его. И поэтому мне бы хотелось обратить ваше внимание на природу вашего творческого интереса. То есть в какой плоскости лежат ваши творческий интерес. Где они стоят? Можно подумать о том, как их реализовать, не теряя работу. Может быть что-то из дома делать, может как-то еще что-то. То есть тут нужно не спешить, а грамотно все расставить по своим местам, разложить по полочкам и подумать. Вот у вас есть потенциал. Хорошо. Конечно, оставлять его нереализованным неправильно. Реализовать нужно, но так, чтобы не страдала ваша семья. Для этого нужно выбрать оптимальный вариант для реализации вашего творческого потенциала. Соответственно, определить интересы вашего творчества, ваши способности, ваши склонности. Может быть освоить что-то новое вам нужно для того, чтобы не теряя работу, заниматься творчеством. И тогда лучше делать что-то для души. То есть творчество это всегда креатив. Это всегда инновации. Это всегда риск. Это всегда инвестиции. Инвестиции в то, что он хочет доходы и не принести. Но творчество никогда не бывает ограничено по времени. Если это творчество настоящее. И, соответственно, вы можете легко превратить свое творчество в хобби. Где вы бы реализовывали все свои самые смелые идеи. Где вы пробовали бы себя. Где вы достигали бы новых вершин. И при этом абсолютно никак не рискуя своей семьей. А вот если хобби со временем превратится в что-то, из чего можно будет извлечь доход. Тогда вы, скажем, добьетесь определенных результатов. Вот тогда вам будет из чего выбирать. Если доход от этого хобби может стать соразмерным вашей настоящей зарплаты. А то и ее превысит. Думаю, при правильном подходе творчеством и развития это кажется совсем не из области фантастик. А из гораздо близких перспектив. Главное понять, как лучше реализовать ваши потенциалы так, чтобы не страдали любимые люди. Надеюсь, почву для размышлений я вам дал. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если делаете его лучше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok